Продолжение следует... Традиционно начну с еженедельника «Народная газета». Сразу же передовица издания печалит известием о том, что самый любимый, самый массовый, самый зажорный праздник российского народа Масленица в этом году отменяется. Даже название статьи Марка Крольского «Ну вы, блин, даете» говорит само за себя. Об отмене гуляний заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на штабе по противоздействию распространения коронавирусной инфекции. Мы не будем проводить никаких культурных программ, чтобы избежать массового скопления людей. Соответственно, на площадях массового гуляний также не будет, заявил губернатор. Несмотря на такое решение, народ все же собирается хорошо наесться на Масленицу. По этому поводу те, кто не хотят готовить блины сами, уже смели с полок магазинов готовую продукцию. По данным аналитиков, россияне больше всего любят блины с начинкой в виде ветчины и сыра, курицы, грибов или творога. Это традиционное блюдо на Масленицу едят от 80 до 90% опрощенных по данным ВЦО. Ваня Сонин виртуальным образом посетил пресс-центр ТАСС, где прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве в сфере развития индустрии между Ульяновской областью и Роскульт-центром. В скором времени в Ульяновской области собираются развивать модную индустрию, урбанистику и сферу IT. Подробнее в материале Ульяновску быть центром моды. Даня Ноздряков продолжает ностальгировать на дему дефицитных товаров во времена СССР. На страницах рубрики «Важная бумага» он рассказывает, почему в Ульяновске при наличии собственной кондитерской фабрики в городских магазинах практически невозможно было достать самых дешевых конфет. Или как в 90-е годы прошлого века боролись с дефицитом табака. Об этом подробнее на страницах издания. Раздел «Женсовет» собрал мифы о современных женщинах. Как слабый пол становится главенствующим в так называемых мужских рабочих профессиях. И почему дамы сегодня все чаще становятся независимыми бизнес-вумен. Читаем на страницах Народки. Аня Григорьева почтила память и вспомнила, как она брала интервью у звезд, которые приезжали в Ульяновск и которых сейчас уже нет с нами. Подробнее в материале нам есть кого вспомнить. По скриптум коротаем время за разгадыванием невероятно увлекательнейшего сканворда. И как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах популярнейшего еженедельника. К национальным изданиям в 10 номере газеты «Канаш» на чувашском языке размещена статья чувашского краеведа и чувашского народного академика Василия Селиндеева о ветряных мельницах своего родного села Средней Алгаши Цельнинского района. В одном селе было три таких мельницы. Как были устроены ветряные мельницы, как работали и какой секрет был у каждого мельника, еще о многом другом интересно рассказывает автор. Газета «Елгат» на мордовском языке информирует о том, что 1 марта Международный продюсерский центр «Фрэш Стар» объявил победителя международного дистанционного конкурса искусства и творчества в жанрах вокального мастерства, хореографического искусства, инструментального исполнительства, художественного слова и театрального творчества «Хрустальная лира». Дипломом третьей степени награжден ансамбль «Лошкарей надежда» Центра по профилактике семейного неблагополучия «Причал надежды» города Ульяновска. Музыканты представили на суд компетентного жюри творческие номера с использованием мордовских народных инструментов. Видеоролики также содержалась краткая информация об инструментах и истории их возникновения. Мордовские народные музыкальные инструменты возникли сначала как помощники в нелегком быту мордовского народа изготавливались из такого материала, который был вокруг них. Музыкальные инструменты мордвы развивались на протяжении многих веков в соответствии с общим развитием человеческого общества и во взаимодействии с другими народами. Инструментальные музыки Мокши и Эрзи придавали магическое лечебное значение. Подробнее на страницах национального издания. К районным газетам еженедельник Ульяновского района «Родина Ильича». Коломка Аленушки Одинцовой рассказывает, что 5 марта в новом детском саду Ишевке прошел второй чемпионат ползунков «Здоровый малыш. Счастье для мамы». В этом году за звание самого быстрого ползуна боролись 22 участника. У входа детей и их родителей встречал веселый чебурашка, а внутри маленьких чемпионов уже ждали специалисты центра семья. Подробнее об итогах соревнований в материале «Чемпиона с пеленок». На передовице старомаинских известий журналист Саша Артемьев подвел итоги муниципального этапа конкурса «Семья года-2021». В нем приняли участие три семьи. Как молодые, так и с солидным стажем, творчески активные. Каждая семья постаралась показать себя с разных сторон. Победили самые креативные и яркие участники «Семья Броньковых». Подробнее о победительных на страницах районки. Ириша Копцева сообщает о том, что в Большекандалинскую среднюю школу поступил новый школьный автобус. В районе только за последние три года он стал уже четвертым по счету автобусом, который получили старомаинские школы в рамках реализации нацпроекта образования, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Подробнее на страницах старомаинских известий. На странице газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района можно познакомиться с материалом о команде муниципального образования «Базарно-Сызганский район», которая приняла участие в фестивале Всероссийского фоискультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех слоев населения. В команду от района вошли жители от 6 до 70 лет. Каждый внес свой вклад в общекомандный результат. Учащиеся младшего, среднего и старшего звеньев, работающие молодежь, люди старшего поколения упорно и целенаправленно выполняли упражнения, которые в этот день входили в программу. Подробнее на полосах районки. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Саша Гапа в традиционной рубрике газеты «Как живешь чемпион» побеседовал с титулованным кикбоксером, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы и многократным чемпионом России Юрием Абрамовым. Чуть больше 15 лет назад ульяновцу покорился самый престижный титул любительского кикбоксинга, золото чемпионата мира среди супертяжей в самом жестком разделе «Фулл Контакт». 20-летний Абрамов повторил достижения знаменитого Александра Поветкина, вскоре завершил карьеру. Почему это произошло, читаем на страницах спортивного вестника. Журналистка информационного портала управда.ру Лена Шичкова собрала рецепты необычных блинов к масленице. Выпытала она их у ульяновских шеф-поваров различных сетей ресторанов. Блины пекут большие и маленькие, толстые, тонкие, снабжают их всевозможными начинками, поливают маслом, медом, вареньем, джемом, повидлом или конфитюром, сгущенным молоком, сметаной или сливками. Как призналась сама Шичкова, лично она любит большие блины из кислого теста с красной икрой или с любой другой начинкой. Рецептов существует огромное количество, да что уж говорить, у каждой хозяйки есть свой привычный, полюбившийся гостям и домочадцам. Подробнее знакомиться с рецептами на портале улправда.ру. Самое интересное берем на карандаш свои кулинарные книги. Информационный портал Медиа 73 сообщает о том, что в Ульяновском регионе установился арктический антициклон с 30-градусными морозами. Всю неделю с сохранением выходные ночные температуры существенно ниже климатической нормы. Управление МЧС предупреждает жителей Ульяновской области о понижении температуры и объявляет желтый уровень опасности. Как сообщает региональный гидрометеоцентр, в отдельных районах возможен снег, температура воздуха ночью будет опускаться ниже 20-25 градусов мороза. По западу и йогу области до минус 30 градусов. Дневные температуры не превысят 10 градусов мороза. Так что еще не время засовывать пуховики и валенки в сундуки или шкафы. Теплая одежда в ближайшие дни нам понадобится. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок через неделю.